Всем привет! Сейчас в наших супермаркетах продается большое количество крокусов в горшках. Цветущие растения являются хорошим подарком, особенно к 8 марта, когда уже чувствуется дыхание весны. Кто-то сам покупает себе цветущие горшочки и любуется ими на своих подоконниках. В этом видео я расскажу и покажу вам подробно, что нужно делать, когда крокусы отцвели. Но сначала хочется сказать о том, как продлить свое удовольствие и подольше любоваться на цветущие растения. Для этого надо создать им условия, близкие к естественному, поставить их на окошко, которое можно будет открывать и понижать тем самым температуру, чтобы дольше любоваться на эти красивые цветы. Итак, мы налюбовались нашими цветами, которые нам подарили или которые мы купили сами. И все-таки их век недолг. Они отцвели. Что же с ними делать дальше? Поговорим об этом подробнее. Ну, во-первых, когда цветочки уже подвяли и отцвели, надо уменьшить полив и оборвать цветки, чтобы растение не тратило силы на образование семян. Так. Обрываем цветочки понемножечку. Выбрасывать их не торопимся. Складываем на тарелочку. Так. И в дальнейшем сокращаем полив. Полив сокращаем, в принципе, там день-другой, третий. И совсем прекращаем его поливать до полного высыхания листьев. Когда все цветочки уже у нас оборваны, так, ставим горшочки в контейнер, на окошечко, который приоткрывается и создает более приемлемые для него условия, близкие к естественным. И, прекратив полностью полив, оставляем еще на некоторое время. О цветках крокуса я более подробно расскажу в своем следующем видео о крокусах. Смотрите, будет много интересного. Прошло две недели. Мы не поливали растения. Земля высохла. Листья окончательно увяли. И теперь, чтобы подарить растениям новую жизнь, нам надо вытащить луковицы из горшка. Итак, приступим. Мы подготовились. Расстелили на столе целлофан. Поставили контейнер. И вытащили горшочки. Сейчас мы будем постепенно вытаскивать растения из горшка. Сначала из одного. Так. Опа. А затем из другого. Так. Наверное, немножечко там приросло. Так. Немножечко его помнем. И сейчас оно должно у нас с вами выйти. Вот так. Земляной ком вышел. И теперь для того, чтобы освободить луковицы, мы потихонечку начнем разламывать землю. Она высохла. И поэтому поддается с трудом. Так. Вот. Получилось. И потихонечку по одной луковичке начнем вытаскивать. Так. Так. Рассмотрим поближе. Так. Вот на старой луковице образовалась дочерняя крупная луковица. А также вот рядом две еще маленькие деточки. Вот большая луковица крупненькая. Мы можем оторвать ее, конечно. Можем не отрывать. Маленькие деточки не приросли. Продолжим. Потихоньку доставая луковицы, постепенно мы их все достанем. А увядшие листья мы обрежем ножницами. Вот так. И так. И вот мы получаем, ну это там лишние корешочки немножечко. И в итоге мы получаем вот такие беленькие, чистенькие, красивые луковички. Вот рассмотрим их поближе. Вот эти луковицы можно уже, в принципе, они готовы. Их надо сохранить, а потом их можно будет посадить. А пока продолжаем освобождать наши луковицы. Необходимо знать, что в природе крокусы, ну как и любые другие растения, имеют свой жизненный цикл. Где-то в апреле в нашей полосе они всходят из земли, появляются листочки и цветы. Даже вперед листочков и на раз. Потом они где-то в течение двух недель отцветают. И растения уходят на покой. Луковица набирается сил. Образуются вот эти новые дочерние луковицы. Они спят. Летом, где-то в июле месяце, растения не каждый год, а раз в два года, в три, можно выкопать и отложить их в прохладное, сухое место. А в октябре их снова сажают, чтобы они снова повторили свой цикл. Вот они наши луковички. Мы их очистили, обрезали засохшую листву и убираем их в бумажный пакет. Этот бумажный пакет мы уберем в нижнюю полку холодильника. Туда, куда обычно кладут овощи и фрукты. Там они благополучно будут храниться до октября. А в октябре мы их высадим на даче или в полисаднике около подъезда. И на следующий год они уже нас порадуют цветами. А если вы каждый год любите покупать себе крокусы или вам дарят крокусы, то с каждым годом у вас будет все больше и больше цветочков или на даче, или около подъезда. И они будут вас радовать своей красотой. Так что не выбрасывайте отсветшие крокусы, подарите им новую жизнь. О себе радость. Всего вам доброго!